Вера в то, что эволюция человека была направлена в сторону увеличения мозга, в последнее время начинает ослабевать, особенно благодаря недавним исследованиям, как в случае с изучением морфологии рельефа на внутренней стороне черепа хомоноледи, отражающей отпечатки наиболее выдающихся бороз и извилин головного мозга. Новый вид из рода людей был открыт профессором Либергером еще в 2013 году в отдаленной камере Диноледи – пещерной системы восходящая звезда Южной Африки. Очень много было тогда и остается сейчас вопросов к этому виду, из-за небольших размеров тела и мозга, а также возраста останков 236-335 тысяч лет, что указывает на то, что они жили параллельно с другими видами рода хомо. Рост на Леди был около полутора метров, объем мозга от 450 до 610 кубических сантиметров, почти как у австралопитеков. Но некоторые аспекты поведения вызывали неподдельный интерес, как к примеру место находки, которое наталкивало на мысль о преднамеренном захоронении. Возникали вопросы также и к их возможностям изготавливать орудия труда, демонстрировать сложное поведение и даже говорить. Да и как такой вид мог уживаться с более крупными и продвинутыми представителями рода? В новом исследовании говорится о том, что не размер мозга мог влиять на поведение хомо на Леди, а его структура, причём в большей степени. Учёные сложили несколько фрагментов черепов от разных особей, чтобы получить более детальную картину его структуры. Особое внимание они уделили отпечаткам лобных долей мозга. Анатомически мозг на Леди был схож с мозгом более крупных представителей рода, такими как человек умелый, человек Рудольфский, Флорецкий человек и человек прямоходящий, и отличался от строения мозга других более ранних гоминид и человекообразных обезьян. Наибольшее сходство отмечено в структуре нижней лобной и латеральной орбитальной извилин. А эволюция нижней лобной извилины в центре Брока у хомо на Леди предполагает промежуточное состояние между австралопитеками и Homo sapiens. Наличие таких приобретений в маленьком мозге на Леди может указывать на эволюцию поведения у представителей рода Homo, также этот вид не одинок, были ещё и хоббиты или представители человека Флорецкого, которые также жили с небольшим мозгом, но другие представители рода имели размер мозга куда больше. Однако независимо от размеров мозга у этих видов были схожие черты лобных долей, включая и современного человека, в отличие от австралопитека Сидиба и африканского австралопитека. Также были отмечены асимметричность областей мозга и характерные изменения в затылочной доле, как и у нашего вида, в отличие от шимпанзе, что может свидетельствовать о большей адаптивной пластичности мозга или нейропластичности. При этом левая затылочная доля имеет значительно большую и более сдвинутую назад проекцию, чем правая. Возможно, у людей это родовая отличительная черта, которая не является результатом увеличения мозга. Кстати, схожесть также замечена и в участках головного мозга, таких как центр Брока и сорок седьмое поле Бродмана. А именно эти участки обеспечивают моторную организацию речи у современных людей и связаны с решением математических задач и запоминанием. Эти области у Хомана Леди могли отвечать за изготовление инструмента и обучение. Потому как за речь пока говорит рано. Наш вид за увеличение мозга заплатил довольно высокую цену. Образно говоря, пришлось изменить рацион в пользу высококалорийных продуктов и увеличить продолжительность подросткового периода. Но у Хомана Леди эволюция пошла немного другим путем. Как показало исследование, большой и малый размер мозга включает схожие черты, которые могли проявляться в более про социальном поведении и производстве каменных инструментов. А это может заставить археологов иначе взглянуть на находки каменных инструментов, особенно в тех местах, где не было найдено останков гоминид их изготовивших. В общем, увеличение мозга происходило в нескольких линиях рода людей, но оно могло отражать только конкретные адаптационные задачи. И как видно из исследования, эволюция не была направлена только на увеличение размеров мозга. И надо сложнее относиться к общей картине антропогенеза. Но в последние годы антропологи уже начали иначе смотреть на адаптивное значение размеров мозга, хоть многие ученые и сопоставляли увеличение мозга с уменьшением зубов за счет более калорийной пищи. Тем не менее более широкое сравнение показывает, что размеры форма мозга не были филогенетически связаны с размером и формой зубов. В том числе и заклыковая мегадонтия в гоминидах. Как видно из последних исследований, наука без остановок движется вперед, переосмысливая старые теории и выводы, дополняя картину эволюции, в том числе и нашу. На этом благодарю за внимание, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних научных исследований и открытий. Субтитры создавал DimaTorzok